Она вошла в кино легко и просто, очаровав всех своей улыбкой и обаянием. Сначала была главная роль в фильме «Лаве», потом маленький эпизод в картине «Ирония любви», главная роль в фильме «Сказ о Розовом Зайце» и, естественно, главной роли в фильме «Ликвидатор» и «Возвращение в город А». Ну, понятно, что такая актриса не могла не приглашаться сразу же и прямо на главной роли. Конечно же, вы понимаете, о ком идет речь. Это Карла Гаш Мухамеджанова, и сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте, Карла Гаш. Здравствуйте, спасибо большое за такие дефиранты. Ну, это правда, но, насколько я знаю, по образованию вы юрист-международник. Да. Как вы попали в кино? Случайно на улице вас увидели, узнали? Нет, вы знаете, на самом деле, заниматься творческой работой я мечтала с самого детства. В детстве я посещала балетную школу, то есть я всегда думала, что буду балериной, но этого не случилось. Ну, как все американские актрисы лучшие, да, имеют балетную школу? Вот, и когда, значит, стоял вопрос о том, где я буду получать высшее образование, то есть мои родители, сами творческие люди, они, естественно, не захотели, чтобы я связывалась каким-то образом с творчеством, потому что они знали, насколько это трудно, насколько это непостоянно. Ну, то есть они хотели меня как можно... Оберечь. Оберечь от этого и сказали, давай ты получишь нормальное человеческое образование, вот, и будешь работать как, ну, как в основном все наши люди, да. И я сказала, хорошо, ладно, я, естественно, послушала, но как только я закончила, я, ну, чуть-чуть буквально поработала, можно если так сказать, по профессии, и сказала родителям, что спасибо вам, но я хочу жить так, как я хочу, то есть заниматься творчеством. Ну, ну, я, честно говоря, не знала, что это будет сразу кино, меня больше привлекало тогда телевидение, и я получила такую стажировку на телеканале Казахстан, и, знаете, наверное, вот по какой-то такой, по случайности, я не знаю, как это судьба или что, да, меня заметили, меня пригласили на мою первую роль, на мою первую картину. Потом Ануара Райбаева, Лаве, вот, то есть это был мой такой, скажем, дебют, абсолютно, я ничего не понимала, ничего не знала, то есть элементарно какие-то вещи, которые сейчас уже, знаешь, я была такой новичок, вот, и с этого фильма у меня начался такой некий старт. Девушка, простите, я на минутку, у меня разговор к Ванючу. Ваня, нам нужно срочно принять решение. Да, какое, с удовольствием? Я, я беременна. Ух ты, поздравляю. Постой, ты не сможешь выступать, а ты сказал уже тренеру? Ваня, ты не понял, я беременна от тебя. Мне кажется, вот зритель вас запомнил, запомнил и полюбил по картине «Сказ о розовом заяце». Да. Там вы такая совершенно какая-то не от мира сего, у вас даже автомобильчик со стикерами, я думаю, о, как здорово придумано. Кстати, это придумали не вы случайно, нет? Нет, это придумал наш гениальный режиссер, нет, Фархад Шарипов, да, потому что все фишки, я почему сама люблю этот фильм, потому что он был такой необычный, и там были какие-то такие фишки, которые придумывал Фархад. Ну, когда вы йогой занимаетесь, стоять свечки, это тоже Фархад придумал? Да, это, знаете, вот все какие-то сумасшедшие идеи были, исходили от него. Ну, так вот, запомнили вас такой вот необычной городской девушкой, такой вот суперсовременной, которая ходит на высокосовременном искусстве, занимается йогой, и вообще вот все такая воздушная и возвышенная, как раньше говорили, прекрасная возлюбленная. Что от вас в этой картине там, где вы себя узнаете, в чем вы себя узнаете? Наверное, может быть, некая непосредственность, которая присуща моей героине, наверное, вот эта. Потому что я помню даже тот день, когда я пришла на кастинг к Фархату, я как-то так ворвалась, я говорю, а где этот кастинг проходит? Я помню, Фара мне сказал, вот ты знаешь, когда ты пришла, я такой раз посмотрела, подумала, вот, по-моему, вот эта девушка нам подходит. Он изначально, когда познакомился со мной, уже увидел кое-какие черты, которые он, скажем так, уже нарисовал, да? Такое лицо испортили. Там бардачки и салфетки есть. Возьми. Спасибо. Так что случилось-то? Да, вполне удачно. Ну-ну. Интересная у тебя жизнь. То в костюме Зайца в институте, то разбитый на дороге. Не говори, не жизнь, а сказка. Меня Джерана зовут. Можно просто Джек. Вы работали с разными режиссерами. Это и Егор Кончаловский, и Ануар Рыбаев, и Ахан Сатаев, и, в общем, Фархад Шарипов. И сейчас это Балдына Рыбетов. Вот совершенно разного возраста, разных поколений. У кого какая особенность? Я не побоюсь сказать, что я снялась, и дай бог, наверное, снимусь еще, у самых лучших наших режиссеров. То есть есть еще у нас хороший, у кого я не снялась. Но на данный момент в моей копилке я прям горжусь этим, благодарю богу, что у меня так получилось. Ну а чем работа у Ахана Сатаева отличается, скажем, от Фархада Шарипова? Ну, Аханан суперперфекционист. То есть в его команде настолько все налажено, настолько все четко, и поражаешься, насколько он все продумывает, и все проходит очень гладко. Ну, обычно в кино, как бы, знаете же, не бывает гладко, да? И все невозможно. Да, то есть у него все так прям тютелька в тютельку. И меня это всегда поражало. Думаю, надо же, как он так умеет людей настроить, и насколько он умеет с актерами работать, правильно задачу поставить. И, может быть, он вокруг себя всегда собирает профессионалов, что... Ну, очень быстро идет работа, и очень четко, очень налажено. Может быть, это зависит от уже сложившейся команды, которая вот с ним идет рука об руку. А Фархад? А Фархад, он такой, знаете, креативный молодой гений. Я не знаю, как бы сказать. То есть у нашей команды была абсолютно вся молодая, вся новая. То есть и Фархад это был дебют полнометражного фильма. То есть все горели, знаете, такой был у всех максимализм. За этим шлагбаумом. Афганистан. Привет, проходи. Как твои дела? Привет, Калила. Лёш, Серёжа, ну давайте уже. Ставьте камеру. Посмотри, какая красотка себя показывает. В картине «Возвращение ва» у вас совершенно какой-то образ там сумасшедший такой, взбалмошенный журналистский, который во что бы то ни стало. То есть какой-то такой даже американизированный. А это свойственно вашему характеру, что добиваться цели во что бы то ни стало? Ну, знаете, я бы не сказала, что во что бы то ни стало, но добиваться цели максимально, скажем, да, я всегда стараюсь. Ну, конечно, я никогда не буду добиваться целей, чтобы там идти по головам и так далее, нет. Но максимально я ставлю для себя какие-то цели, стараюсь добиваться. Не получается, если, ну, ничего, думаю, в следующий раз. Но в ее характере для меня присуще упорство. Просто моя героиня, вот, несмотря ни на что, хотела вот снять свой фильм, поехать, значит, в самую горячую точку. Возможно, в жизни я тоже немножко такая авантюристка, можно сказать. Поэтому такие сильные качества присущи очень даже. Скажите, а тяжело ли сниматься в кино? Вот, на самом деле, я думаю, что вот масса желающих сниматься в кино. А вот как работа, как профессия, она тяжелая или приятная? Вы знаете, мне немножко иногда обидно, когда многие люди, которые не имеют отношения к кино, да, они думают, ой, ну что там кино снимать, да, или что там быть актером, актрисой или там режиссером. То есть они не имеют никакого представления о том, что творится за кадром. И, допустим, там, насколько была проделана колоссальная работа, чтобы снять какую-то сцену. То есть, может быть, для них это ерунда. Но на самом деле все мы понимаем, что это очень-очень сложный труд. Вот. Поэтому для меня это, конечно, всегда тяжелый труд. Я всегда волнуюсь, всегда трясуюсь и так далее, эмоционально. Ну, если есть какие-то физические еще, скажем, нагрузки. Что самое сложное было вот в вашей практике? Чисто физически, то были какие-то моменты. Я помню первый раз, вот когда в лаве я снималась, надо было под водой сниматься. То есть, я еще не скажу, что там плавчиха такая супер. То есть я, конечно, боялась утонуть. И мы снимали сцену под водой буквально целый день до двух ночи. Ну, это было очень тяжело. У меня по 2 дня голова болела от того, что все время внизу находилось. Более никаких дублешников у них было. Вот. А что касается каких-то эмоциональных моментов, то, наверное, это в каждой картине. Потому что я не скажу, что это была картина для меня легкой или это тяжелой. То есть где-то все равно были какие-то свои трудности. А, допустим, недавно вот я закончила картину «Аманат» нашего мэтра. Сатабалды Нармбетова, да? Нашего любимого режиссера Сатабалды Нармбетова. Для меня это вообще была, знаете, колоссальная работа. Потому что моя героиня... Я играла героиню от 20 до 50 с чем-то лет. Может, до 60. Ух ты, как интересно. То есть вот весь... Все возрастную как бы линию я отыграла сама. То есть я вообще была в шоке. Я изначально думала, что будут разные актрисы. И режиссер тоже думал, что, может быть, на возрастную все-таки возьмем более... Это был грим, да, все? Это был грим, но это как бы не только грим, это уже надо было над состоянием, над мимикой, над жестами, то есть над телодвижением там работать. Ну, то есть это была, знаете, такая прям объемная работа. Для меня это было сложно. Сатабалды Нармбетова, он действительно открывает, по крайней мере, он открывает. Актриса, она открывает. Тоже вспомните, и Аннат Ксимбая, которая сыграла молитву Лейлы. А вот когда вы не снимаетесь в кино, когда у вас свободное время, чем вы занимаетесь? Я наслаждаюсь, занимаюсь спортом, встречаюсь с друзьями, провожу время со своей семьей. Если есть возможность, то выезжаю куда-нибудь. Ну, то есть ничего глобального. Ну, вы знаете, вот потрясающе. То есть, на самом деле, наверное, у вас все-таки нет свободного времени, потому что, кроме роли в фильме «Аманат», вы уже сыграли только что, снялись в главной роли в фильме «Голос теперь» Эрмия Кашнарбаева. А там что за роль? Там тоже главная женская роль. А моим партнером был потрясающий Берик Айджанов. Уже у нас с Бериком была картина «Совместный ликвидатор». Да. Но «Возвращение вам» мы были в одной картине, но не соприкасались. То есть у нас там были разное время, мы играли. Это такая, знаете, драма. Мне посчастливилось играть с потрясающим Жераром Депардье. Ух ты! Он был приглашенный актер. Я, честно говоря, немножко волновалась перед этими съемками, потому что для меня Жерар Депардье, ну, мы все выросли на его фильмах. И для меня оказаться с ним на одной площадке, то есть это было таким волнением. Но, как оказалось, он очень такой позитивный, очень компанейский. И то есть от него чувствовалась такая поддержка. То есть все равно играть с таким мэтром волнительно немножко. Часть съемок проходили во Франции. Ну, меня там не было, наши коллеги были. В основном мои съемки проходили в Алма-Ате, здесь и возле Алматы. Скажите, есть ли у вас профессиональное актерское образование? Ну, и то, что вы юрист, это мы уже знаем. А вот актерское мастерство где вы учились? Киностудия «Казахфильм» меня и моих некоторых коллег отправили на замечательные курсы актерского мастерства в город Лос-Анджелес. В Нью-Йоркскую академию искусств. Давно? Это было два года назад. То есть каждый год наша киностудия отправляет учиться на актеров, на режиссеров. И там есть годовые курсы, полугодовые, ну, разные. Но мы ездили на краткосрочные курсы. И вам что-то это дало, да? Абсолютно. Во-первых, это в первую очередь мы подучили язык. Ну, по крайней мере, я. Я сама много-много лет назад училась в Бостоне два года и немножко подзабыла. А в этот раз, когда я поехала, я уже, знаете, все, что подзабыла, вспомнила. Естественно, мастер-классы, которые проходили у нас. Потом каждую неделю мы ездили на студию «Юниверсал» и снимали какие-то свои такие короткометражки. То есть те, кто учился на режиссеров, они брали нас, актеров, актрис, и снимали в своих короткометражных фильмах. Ну, было очень весело, мы получили большой опыт. И я думаю, что такие курсы, они дают, знаете, такой обмен опытом, наверное, да? То есть мы посмотрели, что они делают, они на нас посмотрели. А скажите, вы снимаете в телесериалах? Я вот не могу припомнить ни одного сериала с вами. К сожалению, я еще ни разу не снималась, не было такого опыта. Вы бы встали, да, сниматься, если бы вам предложили? Если бы мне предложили хороший, качественный сериал, то, несомненно, я бы согласилась. Потому что я думаю, что сейчас как раз идет такой наплыв, мне кажется, наших сериалов. Ну, снимают очень много наших сериалов. Вот такой чистый женский вопрос. Вот если вы и есть ваши коллеги, так сказать, можно сказать, соперницы в профессии, вы ревностно относитесь, если появляется какой-то фильм, и там кто-то сыграл роль? Вот честно, абсолютно нет. Потому что я считаю, что это будет глупо, если один актер или одна актриса будут во всех фильмах. То есть такого не бывает. Если посмотреть в Америке, в Европе, еще где-то, там куча. Потрясающих, разноплановых, красивейших, интересных актеров, актрис. То есть я даже не представляю, как бы один актер был во всех фильмах. А вы отказываетесь иногда от предложений? В смысле? Да. 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 Но это не от того, что я там пренебрегаю. Вам вроде нравится. Да, я просто понимаю, что я с этим не справлюсь. Это не мое. Или там есть в сценарии кое-какие моменты, которые я не смогу сделать, да, там, скажем. Такого характера. Вот. И поэтому и приходится иногда. Но это бывает редко, потому что, к сожалению, так часто, как хотелось бы, не предлагают. Хорошо. И такой последний вопрос. Хотелось ли бы вам сниматься за пределами Казахстана? Конечно. Что бы вы к этому, как вы к этому думаете, прийти? Ну, знаете, я поняла, что все происходит иногда неожиданно и спонтанно в жизни. Но, конечно, нельзя сидеть сложа руки и думать, что тебе что-то свалится. Нет. Я думаю, надо больше работать. Пусть даже у нас работать. Может быть, потом кто-то тебя заметит на фестивале. Я не знаю, как это может произойти. Но, конечно, мне, как и любой актрисе, любой казахстанской актрисе, хотелось бы работать вне Казахстана. Тем более у вас английский язык есть. Да. Но это не значит, что надо туда уехать и там жить. Нет. Я очень люблю свою страну. Поэтому я бы хотела поработать, потом приехать. Поработать, опять приехать. И сейчас есть ли какое-то предложение новое сниматься в кино? Нет? На данный момент нет. Вот я буквально недавно закончила картину «Аманат». Пока еще не было. Но, надеюсь, будет. Да и не сомневаюсь в том, что будут у вас роли. Спасибо вам большое, Карла Га, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Я желаю вам хороших ролей и, конечно же, удовольствия от вашей работы. Спасибо большое. Наступило такое время, когда в казахском кино действительно востребованы актеры, молодые актеры, актрисы. Потому что сейчас очень много снимается и сериалов, и фильмов. И эти фильмы, слава богу, приходят в прокат. И я думаю, что наша гостья Карла Гаш Мухамеджанова – одна из ярких актрис, которая буквально за три года завоевала такой негласный статус. Самой обаятельной актрисы казахского кино. С вами была программа «Наше кино» и я, ее ведущая, Гульнара Бекеева. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok